Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и у нас сегодня с вами, наконец-то, наконец-то, заказ по седьмому каталогу Фиберлик. Итак, поехали! К сожалению, в наш регион, а наш регион Тула, заказы теперь доставляются два раза в неделю, это понедельник и пятница. Ответ обратной связи был таков, что в связи с сложившейся ситуацией в мире машину невыгодно гонять, чтобы вы понимали, мы живем в двух часах от Тула. От Москвы Тула в двух часах, поэтому... В общем, у меня вот такая, девчонки, коробка на 50 баллов, сейчас все вместе с вами распакуем, посмотрим, много новинок, много всего интересного. А я, конечно, буду искать, как компания Фиберлик ищет новые логистические маршруты для поставки ингредиентов из-за рубежа, я буду искать новые логистические маршруты, чтобы получать заказы раньше. Буду пробовать СДЭК, вот в этом же каталоге буду делать еще заказ и обязательно попробую СДЭК, вроде там сроки более-менее. Распаковала коробочку. Вот так тут все лежит. У меня на самом деле пришло два заказа, потому что я еще делала один заказ по шестому каталогу Фиберлик в самом конце, и он тоже пришел только сегодня. Но его я сниму отдельным роликом, там много есть тоже интересного. Так, а сейчас мы начнем с новиночек. Гель для профилактики устранения засоров. Очень-очень хочется и не терпится попробовать. Нет каких-то видимых засоров, да, но тем не менее иногда вода стекает медленнее, приходится немножко прочищать. На кухне все равно, в раковине, в трубах, вот в этом вот, как он называется, змеевик, не змеевик, тоже бывает скапливаются продукты. И периодически вода сходит медленнее, но и волосы все равно, как ни крути, попадают в слив, поэтому вот такая вещь, она всегда нужна, будем тестировать. 302-44 артикул. Бутылка обычная, привычная, причем с безопасным колпачком от детей, да, то есть его так не открутишь. За 15 минут для прочистки труб на кухне и ванной растворяет жир, пищевые загрязнения волос. Это очень круто, работает в стоячей воде, то есть, а глубокое ощущение устранить неприятные запахи, не содержит хлор. Понюхаем. Фу. Такая химоза. Фу, очень неприятный запах без какой-то парфюмерной дужки. Какую-нибудь одушку бы сделали, знаете, каким-то клеем для обоев пахнет, какой-то химозой, которая прям химозная-химозная и бьет в нос. Но не кротом, нет, не кротом. Так, девчонки, у меня новинки посуды. Я вам покажу обязательно ее поближе. Я взяла вот такую бутылочку, мне очень захотелось. Я брала из этой коллекции в прошлом году доску разделочную. Мне очень понравилось. Я трогала всю посуду на пункте выдачи, минажницу. Мне понравилось то, что она легкая, мне понравилось то, что она износостойкая. Вообще, годная вещь. Артикул 910-363. Здесь, по-моему, 360 миллилитров. Давайте распечатаем. Она с веревочкой. Сейчас уже на улице тепло. Всегда берем с собой водичку. Ну, как тепло. Относительно. Не зима, по крайней мере. Вот. Материал, вам не сказала, сделано в Китае, как всегда. Волокно пшеницы 45%, полипилен 55%. И силикон здесь еще. У нас с вами есть. Если понравится, я всем такие бутылки наберу. Классная такая, гладенькая. Я вам всю коллекцию посуды обязательно покажу поближе. Здесь силикон. То есть бутылка нигде скользить не будет. Мне как раз для коляски сегодня подстаканник пришел. Прямо так, хлобысь, чар, кофе, водичку. Ручка тоже силиконовая. Ее можно снять, если она не нужна. Как бы она здесь надевается, тогда ее можно снять и убрать. А можно вешать на что-то. Она силиконовая такая растягивается. Прикольная. Так, открываем. Внутри крышечки тоже силикончик есть. Крышка обычная. Горлышко широкое. Все, больше никаких нюансов. Запах посуды абсолютно никакой не имеет. Хотя она была достаточно вакуумно упакована в полиэтиленовый пакетик. Запаха вообще никакого. Нет, классная. Экологичная посуда. Вообще-то здорово. Супер. Мне нравится. Так, дальше. Я взяла каждой тарелки в одной штуке. Думаю, если мне понравится, я возьму еще. Потому что все равно буду делать заказ. Тарелка круглая, коллекционная, вдохновение природы. Такой же состав. Размер 20 на 20 на 3. 910-365 артикул. Вот такая. Мне нравится этот приглушенный цвет. Он, в принципе, мне подходит под нынешний мой интерьер на кухне. Поэтому почему бы не нравится. Такие, кстати, не шуршащие, нормальные в этот раз. На донышке у нас с вами Фаберлик. Хоум. Значок, что можно готовить в микроволновой печи. Можно замораживать. В общем, с ней можно делать все, что угодно. У меня она пришла покоцанная. Причем так приличненько. Потом, когда буду близко показывать посуду, вам покажу. Здесь имеются такие как грани. Не знаю, рифленая, в общем, она изнутри. Легкая-легкая. Пластик. А вроде и не пластик, да. Донышко у меня так хорошо подрано, я вам скажу. В общем, покажу потом поближе. И камера вам, кстати, делает ее ярче. У нее цвет более приглушенный. И не такой ментоловый, а больше оливковый. Так, дальше. Вот такая огромная. Огромная тарелка у нас с вами 910-366. Для чего я ее взяла, я не знаю, но приходится. 31-19-3 размеры. Сюда можно, в принципе, все, что угодно сложить. Когда гости приходят, когда на природу с вами идем. Да, шашлычок у нее переложите, пожалуйста. Очень все приличненько и классно. Точно. Вот. Поэтому применение такой тарелки найти можно. Овощи по лесу. Да все что угодно. Она уже никакая не рифленая, она гладенькая. И в отличие от предыдущей, не покоцанная. Но здесь нет, кстати, таких значков, как на этой. Вот эта вот толще тарелка, чем эта. Эта тоньше. Здесь только значок, что это пищевая продукция. И все. А тех других значков нет. Вот эта прям увесистая. А вот эта очень легкая. Она тоньше. Так. И следующий. Это у нас его как салатничек. Такой, да, салатник 910-364. Такой глубокий. Открываем. Здесь уже тарелка рифленая снаружи. Слегка. А внутри гладкая. Внутри гладкая. На донышке тоже никаких пометок нет. Но я думаю, это вся посуда подходит для микроволновки и так далее. Просто фаберлик холм. Достаточно глубокая. Для салата и для чашки супа. Такая добротная порция. Тоже, в принципе, для чего угодно. Так, поехали дальше. В отдельном пакетике была еда и бада. Заказала, конечно же, новинки. Потому что плотничком сижу на бадах фаберлик. Чувствую себя великолепно. Всем советую. Кальций плюс К2. Здесь у нас 60 порций. Будем разбирать обязательно с вами, что почем. Давайте вскроем. Все приходит, как всегда, заслюдировано. Ой, они стали все бады теперь так выпускать, что ли? В кишечно-растворимой оболочке. В общем, она прозрачная. Внутри белый порошок. Запаха абсолютно никакого нет. И следующее. Эль-карнитин. Кто-то из девчонок писал, что он не работает. Это для похудения, девчонки. Что он не работает, если не заниматься спортом. Проверим. Так, у нас здесь тоже 60 капсул. Артикул 157,60. А кальций? 157,61. Он вообще нужен всем кальций и К2 вообще. Не знаю, мне кажется, с 20 лет. Точно, особенно женщинам принимать на постоянной основе. Тоже заслюдировано, зафольгировано. Ой, здесь уже розовенькие. Вот тут есть какой-то запах. Ну, знаете, ничего плохого. Каким-то порошочком пахнет. Ну, я имею в виду, пищевым таким вот смесью травок. Для меня он даже какой-то притягательный. Что-то напоминает какую-то приправу. Но он не резкий совершенно. И они вот такие уже розовые. Такие вот розовые, красивые. По цвету моих ногтей прям чуть поярче. И это розовая оболочка у нас с вами. Да, чтобы мы не путались, нам сделали разноцветный. То есть она не прозрачная внутри розовый порошок. Это розовая оболочка. По вип-программе взяла Доброген снова. Третью пачку как раз сестре отдаю на курс. Вот, пропивает. Пока отзывы дать не могу. Где-то месяц прошел, она говорила, что... Ну, ничего не чувствует. Ухудшений точно не чувствует, потому что девчонки писали, что в первом месте могут быть ухудшения, потому что коллаген накапливается в костной ткани, да. А со второго месяца наступает уже значительное улучшение. Не знаю, девчонки. Я себе тоже обязательно возьму пропью, потому что у меня много проблем тоже с костями и переломы, и так далее. 157,29 артикул. Не пробовала, ничего сказать не могу. Вот пока пьет. Но у нас, кстати, племянница учится в первом меде, достаточно такой сильный вуз. И она, сестре моя, запретила пить какой-то другой коллаген, потому что он был в чистом виде. А вот этот вот, она посмотрела в состав и сказала, пить можно. Потому что он не в чистом виде, а что-то там вот, что-то, что-то. И она сказала, такое пить можно. Мнение ценное. Так, заказала кофе, девчонки, кофе молотый. Доброе утро. Взяла такой они в банке, потому что он был подешевле просто, напросто. И все. Я вам артикул доброделами сказала. 157,29. Так, артикул кофе 160,46. Он подешевле практически на 100 рублей, чем в банке. Поэтому, конечно, взяла такой. И здесь, кстати, объем, по-моему, на 100 грамм, если я не ошибаюсь, больше, чем в банке. Здесь его много. Мне больше нравится день. Но сейчас вот что-то так мало сплю, что и утром мне очень хорошо зайдет. Пересыплю в баночку, буду пить с удовольствием. Дальше, девчонки, ультракондиционер для белья. Я думаю, господи, сколько лет, сколько зима, я никогда не брала вот этот кондиционер. Как-то есть любимчики, и все. Вот этот не брала. Это у нас утренняя свежесть. И он возвращает цвета и яркость краса. Придает мягкость, останавливает волокна ткани, защищает одежду от старения. Артикул 118,57. Я его никогда не брала. Даже если брала, то это было очень давно, я не помню. Поэтому решила взять именно его. Одушка приятная, косметически такая цветочная, даже фруктовая. Приятненькая, мне нравится. Я думаю, от белья будет тоже пахнуть приятно. Но она, мне кажется, прям вот минимально будет оставаться на белье, на сухом. Рефрешер, наконец-то. Они появились на складе, естественно, я заказала. По-моему, была какая-то путаница с ароматами. Не знаю, есть она до сих пор или нет. Артикул 302,89. Я взяла лаванду в надежде, что она будет пахнуть той, которая розовая. Обычный флакон, такой же, как у нас сейчас идут освежители воздуха в серии Гринли. Вот он такой же флакончик один в один. Здесь тоже заглушка от детей. Все такое прочее. Пять в одном. Уже много кто его попробовал. Сделал на него обзор. Мне интересно тоже. Как раз вот коляску постирала и сейчас буду освежать. Рефрешером ее детскую я имею в виду. Ну, я не чувствую здесь лаванду. Наверное, все-таки путаница до сих пор в ароматах, девчонки. Потому что я к лаванде так отношусь по-разному. Она в некоторых продуктах мне очень нравится, а в некоторых прямо отталкивает. Я чувствую какую-то цветочную композицию. Не знаю, может, это лаванда и бергамот тоже. Но она приятная. И она приятная, она не бьет в нос. То есть она такая достаточно деликатная, как наши освежители серии HOME для дома. Закрыла, наоборот. Она не резкая, отнюдь. Вот даже воздух, когда распыляешь, вообще практически не чувствуется. Прям еле-еле уловимый. Не знаю, попробую коляску освежить. Вместе с вами будем в следующих видео каждую новинку разбирать. Естественно, как всегда. Так, конечно же, взяла новую салфетку для уборки, потому что поняла для себя, что они вообще крутые. Еще у Кати на канале Фаберли Клавда увидела, что она сказала, что здесь микрофибра, которая, знаете, пальчики не задевает, вот когда есть заусенцы, даже если когда их нет. Я за что не люблю микрофибры? У меня целлюлозные, в основном салфетки на кухне. Потому что она цепляется за руки, и это вообще вот бесит конкретно. А Катюшка сказала, что здесь не цепляется, она вообще комфортная. 910-401 артикул. Давайте вскроем, посмотрим. Кстати, на упаковке есть дырочки, что микрофибра дышала, наверное. Тряпочки Фаберли Клавда вообще огонь, девчонки. За такую цену, такие тряпки, как где-то в других компаниях, продают вообще за бешеные деньги, как кусок золота. Не, ну она цепляется. Хотя я только с маникюра 2 дня назад. Она все равно цепляется. Я это не люблю в микрофибре, но надеюсь, когда ее смочишь, будет все нормально. Она цепляется, но не так сильно, скажем так, как, допустим, тряпка из фикс-прайса. С этой стороны она вот такая вот плетеная, не скажу, что жесткая, обычная сетка из ниток. Обычная сетка из ниток, но таких вот ниток лески, скажем так. А под ней даже самые микрофибры, грубо говоря. У нас наподобие что-то есть. Фаберлик Хоу, она большая. Будем пробовать с вами, будем тоже пробовать протирать обязательно без моющих средств. Салфетка достаточно плотная, мне кажется, ее будет хорошо стирать в машинке, ничего с ней не будет случаться. Смотрите, как красиво приходят криосферы. Как презентабельно на подарок, девчонки. Какой офигенный подарок за штукарь можно сделать подружке, маме, знакомой. Зачем нам идти за подарками в магазин? У нас в Фаберлик все есть. Посмотрите, как круто. Артипл 06.96. Не было бандажа, но сейчас он есть вроде на складе. Если получится, в следующий заказ отправлю через пару денечков и тоже будем тестить. Так выдвигается. Это серия Ван Вик Меркл. Криосферы нам нужны для массажа. Додвигается? А нет, магнитный сколпачок, девчонки. Открываем. Вместе с вами. Мне очень интересно. Губочка. О, красиво как. Схема. Инструкция подробная. Все у нас тут есть по криосферам. С вами прям отдельное видео снимем, девчонки. Так, доставайтесь, мои хорошие. Ой, стекло. Не разбить бы. Вот упаковочка. Все очень прилично, девчонки. Вообще. Вы какие классники. Это типа... Ну, тоже поролон, не поролон. Такой прорезиненный. Не знаю, как этот материал, девчонки, назвать. Но чтобы удобнее было в руках держать. Они, кстати, ездят. Как бы их можно переместить. Где вам удобнее держать. Хоть на самом конец. Там туда и перемещаем. Сами криосферы из прозрачного стекла, по-моему. Да. А внутри жидкость, она такая подкрашенная в красный цвет. И много золотых и красных блесток, как в лаке, знаете. Я, кстати, в каталоге этого не видела. Так интересно. И жидкость, у нее какой-то состав, который... Она все время поддерживается в холодной. То есть они холодные. Я не скажу, что прям ледяные, но они реально холодные. Особенно, когда ты взболтаешь, они еще холоднее становятся. Вообще прикольно, слушайте. Но это действительно стекло. Потихонечко тогда. Будем с вами делать массаж. Как в каталоге у нас нарисовано, да? А их даже в морозилку за полчаса до процедуры можно класть. Написано, я уже почитала на сайте. Но они прям холодные. Такой кайфец. Мне кажется, на лето это будет любимое мое массажное средство. В общем, такие прикольные. Отдельное видео обязательно мы с вами будем снимать по этому продукту. Так, поехали дальше. Дальше новинки гелей для душа. Естественно, взяла, потому что люблю и кофе, и манго безумно. Люблю в гелях для душа. Так, это у нас с вами серия Бонжорно. Бразилия у нас кофе. Артикул 1328. Тестим. Мне даже больше нравится, чем и фроша. Серьезно, здесь более кофейная душка. Здесь одушка кофе нашего, не чаев. Доброе утро, добрый день. Немножко такого уже, ну не знаю, неподслащенного, но терпкий, терпкий запах натурального кофе. Девчонки, это круто. Он без частичек, у нас я без частичек, без все. Терпкий кофе, такой классный. Блин, как здорово. Буду принимать обязательно с ним душ. И расскажу вам, остается ли на теле раскрываться и так далее. Обязательно по этим двум гелям я напишу пост в Дзене. Так, багама у нас с вами 17-20. Манго. И банановый цветок. Манго. Сочный, вкусненький, не химозный. Какой кайфец, девчонки. Как в витамании манго. Чувствуется, что что-то есть еще от бананчика, но прям чуть-чуть. А так прям манго. Ой, кайф. Вот они будут у меня, мне кажется, в любимчиках и будут всегда только за их ароматы. Вообще кайф. Сейчас в хорошей акции идет, как бонус за покупки, по-моему, от 500 рублей по каталогу, автозагарный лица и тела. Я его так не брала, как он появился, а сейчас хочу. Потому что я люблю, когда лицо загорело, я люблю, когда тело загорело, но пигментных пятен не хочу, поэтому интенсивно пользуюсь сейчас и осветляющими средствами, и средствами с СПФ. Но все-таки загорелая личка хочется, поэтому тоже будем с вами вместе тестировать. И на тело, и на лицо. Артикул 2695. Я пока даже сейчас в процессе распылю, и мы с вами аромат потестим. Слушайте, он такой белый, как молочко. Аромат, ну, обычного косметического средства, без чего-либо там такого лишнего. Распыляется, как такое молочко белесое. Ну, сейчас хотя бы. Слышала отзывы, что он прям такой легкий-легкий, практически незаметный. Но я думаю, он позволит себе наслаивать, но я, по крайней мере, на это надеюсь. Так, пока ничего, абсолютно ничего, как вода. Проки распределился. Сейчас пока будем снимать, потом посмотрим. Так, что у меня здесь еще, девчонка, у меня здесь наклейки. Я взяла поиграться, тем более, сейчас маникюр такой сделала базовый, который позволяет, в принципе, с ними поиграться, да, в морском стиле, в тропическом, какой душе угодно. Причем, да, точно, слушайте, в морском 3D они с блестками, и они выпуклые. Это чувствуется. А вот эти, они обычные, они не выпуклые, ничего вообще, такие вот обычные. Будем играться тоже во влогу, и буду показывать. Который тропик 76-49, который морской стиль 710-28. И они прям выпуклые, да, это чувствуется, чувствуется хорошо. И, да, каждая наклейка, она с блестками. Слушайте, прикольно. В морской тематике, наверное, с вами забацаны, потому что прям нравится. Здорово. Так, дальше, наконец-то, появился на складе девчонки крем-лав в баночке. Сейчас покажу, расскажу, почему наконец-то, потому что он просто фурор у меня тут произвел в прошлом месяце, да. У Крестюшки сухость была, причем симметричная, я уже думала, ну все, атопический дерматит. Ну нет, я знаю, что такое атопический дерматит, не потому что он был у моих детей, а потому что знаю. Сухость на ножках, на ручках и на щечках. Кстати, когда перестали быть холода, вот она как раз и пропала. И я пробовала детским кремом, который старый наш советский, вот этот с собачками. И я пробовала, Катюшка, вот тоже канал Фаберликлав, она говорила, мальчику на ладошках вылечила атопику сухость. Лав, новым вот этим бальзамчиком маленьким, да, вообще никак, ноль. Не убирает сухость абсолютно. А вот это за два дня убрало. Я Крестюшке вот этим кремом, лав, ей 11 месяцев, да, я решила попробовать, я была в диком восторге. У нее кожа увлажнилась, у нее прошло все шелушение на ручках и на ножках. Просто находка. Я перебробовала массу средств разных, вообще разных марок детских, специальных масел и так далее. Ничего, а вот это за два дня. Артикул крема 2608, и я решила, что он должен быть у меня всегда. Это такая прям палочка-выручалочка, я не знаю, что там у нас с вами ланолин ли так подействовал, или еще что-то. Но тем не менее, я решила, что этот крем должен быть у меня всегда. Он плотный, он такой, знаете, похож на крем в баночке Невея. Такой прям баттер-баттер. И его очень надолго хватает. У меня предыдущая банка, наверное, полгода была. Он прям такой классный-классный. Додушка у него нежная-нежная, такая деликатная-деликатная. Прям здорово, что я очень его люблю, поэтому вот, если есть какая-то у вас сухость, то, возможно, ланолин вам здесь тоже будет прям в помощь. Что касается автозагара, я разницы между руками не вижу абсолютно никакой. Ну, может быть, он потом проявится, буду, конечно, наблюдать. Так, мои хорошие, каталог пришел. По каталогу есть пост в Дзене, потому что он у нас с вами распространяется на 8-9 период. Там все подробно рассказала, как будут выплаты, как будет работать каталог, как будем работать мы. Кто не видел, в Дзене есть ролик. Так, ну и все, мои хорошие, на этом видео буду заканчивать. Сейчас обязательно вам посудку покажу. Вот сейчас камера передает абсолютно верный ее оттенок. Вот так она выглядит. Да, здесь у нас небольшая ребристость. Так, а где у меня косяки на тарелке? Вот, смотрите, видите, сколы? Камера, фокусируйся. Сейчас, девчонки. Вот тут, в общем, царапины, да, видите? И сколы. Вот они по этой всей стороне практически. Ну, я не думаю, что это как-то повлияет, и возврат, естественно, делать не буду. Да, вот такая вот она интересная посуда, на самом деле. И мне нравится. Вот большая тарелочка. Здесь как бы все нормально. Вот бутылочка. Очень понравилась. Прям очень-очень. Донышко. Крышечка вот такая интересная, да? Криосфера вам давайте еще поближе покажу. Смотрите, какие интересные. Такой материал. Вот этот, не пойму. А он даже двухслойный. Видите, какой интересный. Сфокусируйся. Вот так. Прикольная штучка. Поиграться. Плечки. То есть на этих видно, что они не выпуклые, без блесток. А эти у нас сами, они такие прям выпуклые. И есть блесточки. Вам было интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылка на регистрацию всегда под видео. Сейчас крутая акция. 500 рублей в подарок новичку. Деньги в подарок всегда приятные. На них можете купить абсолютно что угодно себе. Ассортимент позволяет выбрать действительно нужные, необходимые вещи, да? Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Продолжение следует.